В студии есть Today Арина Лукьяненко, Яна Погорелова и Дарья Вайродян, победители премии Амбассадор 2021, Школа китайского языка и культуры China Class, а также их учитель Иван Лааши. Будем вкусное варить, по-китайски говорить. Всем привет, в эфире программа Есть Today, меня зовут Ирина Мигунова и вместе с нами этот день встречает наш надежный друг и партнер группа предприятий Янта. Группа предприятий Янта – полезные продукты для всей семьи. Янта – майонез, сделанный с душой, только из натуральных продуктов, выращенных на собственных полях. Для ценителей качества по ГОСТу, такой нежный, такой густой, Янта есть вкусно. Всем привет еще раз, программа Есть Today, Ирина Мигунова и сегодня у нас в гостях очень интересные люди. Иван Лааши уже много раз встречался вам на наших экранах, сегодня он опять о нас в гостях. Это номинант премии мира, лучший учитель планеты и народный учитель уссуриско, преподаватель Школы китайского языка и культуры China Class. И вместе с ним его ученица Арина Лукьяненко. И сегодня она здесь не просто так, друзья. Лента, обратите внимание, она и выпускница, и самое главное, амбассадор премии 2021 Школы китайского языка и культуры China Class. Здравствуйте! Очень рады, что вы пришли сегодня к нам в гости. Впереди День молодежи. Здорово, что сегодня у нас будут ваши ученики. Иван, расскажите, что будем готовить. Добрый день, уважаемые зрители. Мы сегодня будем готовить, я думаю, нам расскажет Арина, потому что она сегодня у нас спец на кухне. Хорошо, сегодня все голоса отдаем нашим юным друзьям. Всем привет! Сегодня 27 июня, мы празднуем День молодежи. И сегодня мы будем готовить блюда из японской кухни, легендарную лапшу рамен и японский огуречный салат с кунжутом. Очень интересно. Что нам сегодня для этого понадобится? Значит, для приготовления нам понадобится непосредственно лапша рамен. Она готовится по специальной технологии, это уже из Японии, поэтому мы сейчас ее начнем варить. Вода закипает. И, Арина, чем мы будем ее... какие добавки у нас будут? У нас, получается, будет буженина, кунжут, имбирь, листы нори или, как по-другому они называются, японская водоросль, яйцо, которое перед началом нам надо замочить в соевом соусе. Так, это очень-очень интересный момент. Да, один дворец уже не вернулся. Друзья, вот то самое у нас получится, коричневое яйцо, так? Да, да, да. Так, покажите нашим телезрителям, как это делается. Потому что коричневые яйца на видео с ютубчика видели все, но что нужно было сделать, чтобы это произошло? Мы кладем яйцо в пакет и заливаем его соевым соусом. Как много соевого соуса нужно? Примерно на глаз. На, примерно. Хорошо. Упаковываем. И сколько же держим мы его в таком состоянии? Час. Час. Но у нас часа нет, мне кажется, что есть уже заготовочка. Иван, и вы что делаете? Итак, мы уже, вода закипела, мы добавили лапшу и буквально 3 минуты лапша будет готова. Друзья, мы пока посмотрим новости, вернемся в студию очень скоро, не переключайтесь. Привет всем еще раз, кто только что к нам присоединился. Сегодня у нас в гостях Иван Лауши, преподаватель китайского языка, школы, школы китайского языка и культуры China Class и его ученица Арина Лукьяненко. Сегодня мы готовим не китайское блюдо, но японское блюдо. Как мне кажется, Ваня, правильно? Природа все-таки одна у всех этих азиатских блюд. Китай, Корея, Япония и дальше Малайзия, Индонезия, все что угодно. В общем, азиатское сегодня блюдо точно, оно не противоречит нашей тематике. И хочется побольше узнать об истории лапши, потому что вы же явно пришли не с пустыми головами, а с информацией, очень интересной для наших телезрителей. Очень интересный факт, что японский ромэн пришел в Японию из Китая. Его название ла-мэнь, что означает вытягивать лапшу. И в Японии это блюдо, как японский ромэнь, их уже едят более 110 лет. Едят, наверное, не только в Японии, а везде, и как мы правильно заметили вначале, да? Все имеет китайские корни, одна из самых древних цивилизаций. Что делается у вас там воня? Значит, у нас уже лапша практически, вот она уже готова, я добавляю бульон. Вот самое главное, лапша рама это бульон. Существуют различные виды бульона. Есть бульон из вытяжки акулев-плавников, есть рыбный бульон, есть мясной бульон, есть бульон с добавлением сои, соли, мясные, курицы, свинина. Что вы любите, мы сегодня будем готовить танкацию ромэн, это из свинины и соевого соуса с мисо, поэтому наша уже готова. То есть это готовый концентрат, верно? Да, это готовый концентрат. Скажите, а вот эти ингредиенты, они же легко, можно их найти у нас в патрилистке? Конечно, сейчас мы живем на Дальнем Востоке, Япония, Китай, все рядом, и сейчас настолько это все доступно, в любом супермаркете можно приобрести, поэтому наш концентрат готов, я уже чувствую потрясающий аромат. Вы говорили, 3 минутки всего лишь нужно покипеть самой лапши, лапша, она пшеничная, яичная? Лапша пшеничная, вот так она выглядит, наша лапша, вот она уже доваривается. И мы ее должны отбросить на дуршлаг или каким-то образом оставить в бульоне? Нет, мы ее на дуршлаг не будем отбрасывать, мы ее вытащим специальными щипцами и будем уже добавлять наши добавки в наше блюдо. Очень, очень интересно. Ариш, расскажи, пожалуйста, о себе, мы вот все-таки уже все про блюдо да про блюдо, но хочется узнать о тебе побольше. Я знаю, что ты, я присутствовала на премии «Амбассадор», и когда тебя объявляли, сказали, что ты занимаешь активную гражданскую позицию, в чем это выражается? Да, все верно, я участвую во многих субботниках, посещаю мероприятия, городские, благотворительные, мне очень это нравится. Если подробно говорить о субботниках, то я побывала уже на многих субботниках, включая даже тот район, где я живу. У нас на Междуречии проходят субботники на самом известном Лотосовом озере в Сариске, в сквере Кузьминчука, во дворах. И очень приятно видеть, когда выходят на улицу жители, ученики, дети, ребята помладше. И к чему я пришла, что решила ходить на субботники, я захотела делать город чище. Ну ты вообще большая умничка. Мы, кстати, с Ариной соседи, в соседних домах живем, и действительно, такой вот у нас микрорайончик сложился, где вот люди как-то концентрированно живут и заботятся о своем районе. Это здорово. Друзья, очень скоро мы вернемся к нам в студию, а вы пока сделаете зарядку. Дорогие друзья, здравствуйте. Меня зовут Елена. Я президент Федерации бодибилдинга и фитнеса города Уссуриска. И в этот прекрасный солнечный день мы с вами позанимаемся на улице. Любую зарядку надо начинать с разминки, с чего мы сейчас с вами и начнем. Итак, встаем, держимся за опору, можно встать на носочки и у нас отведение бедра назад. Делаем 20 раз на каждую ногу. Тут же мы поменяли положение и разминаем подъем перед собой и как бы чуть-чуть назад заводим бедро. Вперед, назад. Вперед, назад. И мы разминаем тазобедренные суставы. Дальше 20 раз на каждую ногу. Дальше нам нужно разогреть голеностоп и голень. Мы встаем. Можно встать на какую-то возвышенность. Можно просто на полу. И делаем подъем 20-30 раз. Дальше следующее упражнение у нас отжимания. Тоже делаем 20 раз. При этом пресс напрягли, спину ровно, на носочки натянулись, коснулись и потихонечку встаем. И желательно все эти упражнения сделать 3 подхода. Итак, дорогие друзья, у нас на этом все. Делайте зарядку каждое утро. Заряжайтесь бодростью, энергией на весь день. Следите за питанием. Выходите из-за стола чуточку голодным. Улыбайтесь и дышите свежим воздухом. Привет всем еще раз. Программа «Есть туда» Ирина Мигнова, Иван Ловший и Арина Лукьяненко сегодня у нас в гостях. И у нас уже готова лапша. Ваня, расскажите, что вы делаете, почему именно таким образом? Значит, лапша сварилась. Мы ее сейчас уже положили в нашу красивую посуду. И наш уже бульон с потрясающим ароматом мы заливаем вот сюда. Заливаем вот сюда. Можно мы с Аришей начнем что-нибудь еще резать? Честно говоря, чешутся ручки. Значит, я хочу попросить вас резать лучок. Мы добавим его в нашу лапшу. А Арина нам сейчас расскажет, как мы будем дальше декорировать. Достаточно? Да, да. Мы берем наше замаринованное уже заранее яйцо. Я помогу разрезать. Смотрите, яйцо уже приобрело бы такой характерный. Это вот мы показывали, как мариновать, но принесли наши гости сегодня с собой уже готовое яйцо, конечно. Так. Смотрите, каким оно стало. Мы разрезаем его пополам. Пожалуйста. Наше яйцо мы кладем в центр нашей лапши. Ведь очень важно, да, правильно декорировать, Роме. Да. Дальше мы кладем листы нори, которые, как я уже сказала, имеют другое название, как японские водоросли. Так. Тонко нарезанный кусок буженины мы кладем на эти листы нори. Все красиво. Берем наш кунжут. И все это посыпаем. Составляющие у Ромэн могут быть разные или вот это классический вариант? Давайте мы покажем нашим телезрителям, как это выглядит. В Японии 47 префектур, и в каждой префектуре различный Ромэн. То есть различные вкусовые добавки. Мы можем добавить пророщенные ростки сои, можем добавить грибы. Очень много вариантов в зависимости от региона. И там, где холоднее, например, на севере Японии, Ромэн более пряный, более острый. Поэтому здесь... Это как русский борщ. Да. В общем, везде, в каждой семье свой Роман. И вот яйцо, я смотрю, оно не вкрутую, да, идеально сварено. Допускается, чтобы желток был немножечко жидкий, да? Ну, слушайте, ну это выглядит как минимум очень вкусно. Моя роль здесь есть? Можно посыпать или нет? Да, обязательно. Посыпать, давайте мы добавим. Финалочка, финалочка от угочки. Вот таким образом. Друзья, прогноз погоды от Анны Матвеяс. Мы пока попробуем, а вы возвращайтесь к нам очень скоро. Будет еще один рецепт, верно? Да. Прогноз погоды на 25 июня. В студии Анна Матвеяс. Здравствуйте. А в погоде все. До встречи. Друзья, привет всем еще раз. Я напоминаю, что у нас сегодня азиатские ароматы. Мы уже успели сделать настоящий японский ромен. Кстати, мгновение заняло буквально приготовление. И у нас готовится огуречный салат. Иван, что за салат? Пожалуйста, нам расскажите. Это очень пикантный салат. Значит, мы с помощью вот таких слайсов нарезаем огурец. И здесь все будет очень легко и просто. Арина, какая у нас будет добавка заправки? Что нам нужно будет? Мы, получается, будем заправлять рисовым уксусом, соевым соусом. Мы немножко подсластим и добавим сахара. Посыпем жареным кунжутом и добавим жареный горох. Ну что? Пока Иван занимается составлением и подготовкой компонента для нашего салата, Арина, я хочу еще порасспрашивать. Ариш, ну вот день молодежи у нас впереди. И понятно, что общественная деятельность, субботники, благоустройство, желание помочь всем, оно заключается явно не только в уборке. Чем-то еще же правильно ты увлекаешься, занимаешься. Что делает молодежь нынче? Мы, можно говорить, буду говорить от себя, что я молодежь, очень много дел, ничего хорошего. Если прямо углубляться, то в списки хороших дел входит посещение ветеранов. Подробнее, пожалуйста. Что было в этом году. Вместе со своими одногруппницами я посетила ветерана Великой Отечественной войны, прямо в праздник Великой Отечественной войны, Ешову Амалью Варфоломеевну. Мы пришли, вручили ей цветы, поздравили, сказали очень много добрых слов, поблагодарили за мирное небо над головой. И было приятно видеть реакцию пожилого человека, который был счастлив. Вы прям взяли шефство или вот один раз пришли, поздравили, или вот хотите регулярно навещать? Хотим регулярно. Увеличивать количество тех, кто нуждается, скорее всего, да, именно во внимании. Арина, где ты учишься, что ты делаешь еще, кроме этого, какие планы на будущее? Ну, я учусь в школе. Я пришла в восьмой класс, занимаюсь китайским языком у Ивана Федоровича. В самой лучшей школе, в чайный класс. Так, если рассуждать, то больше ничем не занимаюсь. Планы на жизнь. Хочу улететь, уехать в Китай, создать фирму сотрудничества России-Китая. Вот. И проживать в Китае. Планов громадью, и все они имеют международный, между прочим, масштаб, друзья. Скоро, скоро между нашими странами будут те, кто выросли в уцуриске. Отвечать за дипломатические отношения, торговые и прочее, прочее. Ванечка, что дальше? Ну что, давай заправлять. Давай, добавляем рисовый уксус. Рисовый уксус. Обязательно. Да. Так. Сахара. Это сахар, буквально 10 грамм. Так. Так, его присыпала. И немного соевого соуса. Соевый соус. Пока что все понятно и ожидаемо. Салат не только пикантный, но и низкокалорийный. 150 калорий на 100 грамм салата идет. Значит, все, мы вот это заправили. Мы сейчас это вот так перемешиваем. И, Арина, добавляй, высыпай горох. Горох. Это жареный японский горох. Он из Японии. Очень тоже популярное в Японии блюдо. Высыпай вес до конца. И что сейчас будет? Мы сейчас вот так красиво выкладываем на блюдо. Очень интересно. Вот такие у нас красивые слайсы. Ну, правда, это шикарно. И, Арина, давай декорируем уже кунжутом. Давайте посмотрим, что у нас получится. Присыпочка, да? Вот такой салат, закуску с нашим японским рамен. Это будет просто, мне кажется, потрясающе. Это шикарно выглядит. Огромное спасибо. Я напомню нашим телезрителям, что мы успели приготовить рамен, японский салат огуречный. И вам огромное спасибо за то, что пришли к нам в гости. Для наших телезрителей хочу сказать, что у нас дальше еще две ученицы Ивана Лауши. И это тоже обладатели премии Амбассадор 2021. Очень скоро мы вернемся в студию и уже пообщаемся с ними. Всем привет! В эфире программа Есть Тодей. Меня зовут Ирина Мигунова. И вместе с нами этот день встречает наш надежный друг и партнер группа предприятий Янта. Группа предприятий Янта – полезные продукты для всей семьи. Янта – майонез, сделанный с душой. Только из натуральных продуктов, выращенных на собственных полях. Для ценителей качества по ГОСТу такой нежный, такой густой Янта – есть вкусно! Всем привет! В эфире программа Есть Тодей. Меня зовут Ирина Мигунова. У нас с нами вместе сегодня воспитанница школы китайского языка и культуры China Class. Это Яна Погорелова, киваем, здравствуйте, и Дарья Вайродян. Девчонки в этом году стали победительницами премии «Амбассадор-2021». Каждый год школа китайского языка и культуры China Class проводит эту премию. И перед вами лучшие из лучших. Девочки, расскажите, что будем готовить. Здравствуйте всем! Сегодня мы будем готовить фруктовый салат по-нашему. Для нашего фруктового салата нам понадобятся фрукты и ягоды. Бананы, киви, яблоки. Также нам понадобится клубника, мандарин, желе и для заправки сметана. То есть вон та изумрудная субстанция, она здесь вообще не просто так. И сметанка у нас есть, и я вижу еще абрикосы. Ну, в общем-то, в этом салате могут быть, наверное, любые фрукты, верно? У нас сейчас то, что принесли с собой наши гости, кстати, это очень-очень нам нравится. И сервировать мы все это будем в бокалы. Верно? Да. Девочки, ну давайте приступать. Каким образом должна выглядеть у нас нарезка? Что нужно делать? Если хотите, я вам помогу, если справитесь сами, приступайте сами. Нарезка у нас должна быть в форме кубиков, маленьких кубиков. И слои у нас идут такие бананы, киви, яблоко. Дальше виноград, мандарин, желе, клубника и сметана. Хорошо, нарезаем. Девчата, нарезаем, а я пока буду вас расспрашивать. Сегодня, точнее не сегодня, в этом году, вы стали победителями. Причем не просто победителями, а вы стали победителями в номинации «Лучшая группа». Правильно? Вот что нужно такого сделать? Какие показать черты единения? Я не знаю, или что еще, чтобы стать вот именно лучшей группой? Кто расскажет? Я считаю, для того, чтобы стать лучшей группой, необходимо обязательно очень много трудиться, изучать новые материалы, идти к своей цели, несмотря ни на что, и тогда результат не заставит себя долго ждать. Также для того, чтобы стать лучшей группой, нужно работать сплоченно в команде и идти к своей цели, несмотря ни на что. И, наверное, вот этот момент конкуренции, когда вроде бы как хочется за собственный успех переживать больше, но ты думаешь о команде больше, чем о себе. Вот он имеет место, девочки? Конечно. Расскажите, как вы конкурировали в итоге со своими соперницами уже из других групп? Как вам кажется, вот чем вы взяли? Почему вы именно стали лучше? Потому что мы очень дружный коллектив, мы всегда помогаем друг другу, поддерживаем друг друга. Очень интересно. Друзья, мы пока занимаемся нарезкой, занимаемся сборами нашего фруктового салата, но скоро вернемся к нам в студию после небольшого перерыва. Посмотрите опрос. Ну, все вместе. И выезд на море, и мороженое, и погода, и покой, спокойствие, и... Ну, чтобы мне что не раздражало. Море? Куда еще? Больше некуда. Ну, только если куда-нибудь лететь, но сейчас с зарплатами все плохо, поэтому только если на море. Мы собираемся с друзьями, постоянно где-нибудь отдыхаем, либо куда-нибудь сходим, либо тут также на природу выезжаем, куда-нибудь посидеть, отдохнуть, покупаться там, поиграть во что-нибудь так же. Наверное, хорошая погода, это всегда идеальное лето. Неважно, работаешь ты или отдыхаешь. Самое главное, чтобы погода была хорошая. Ездить на море, путешествовать по городам разным. Ну, да, сейчас лето у нас же началось, работать не хочется, хочется отдыхать постоянно, гулять, как бы. Ну, просто отдыхать, время проводить на природе, куда-нибудь съездить. На море, как бы, ну, это как обычное лето, в принципе, как у всех людей. Ну, все. А на это лето какие-то планы строили? Поездки на море. Далеко куда-то ездить? На Ливадию. Ну, и моря, и хорошая погода, все вместе, совокупно. Море, тепло. Погода пусть будет любая. Иногда дождь, иногда солнце. Все замечательно, все прекрасно. А строили уже какие-то планы на это лето? Да. Можете поделиться? Могу, мы едем на Байкал. Обязательно нужно, чтобы была погода классная, это 100%. И, ну, естественно, куда-то съездить, отдохнуть летом. Это самое главное. Часто удается все-таки вырваться и куда-то съездить? Ну, близлежащие где-то, да, там почти каждые выходные. А так куда-то далеко, вот, начинал Алтай полетим через месяц. Горно Алтай. Когда компаниями друзей собираешься и проводите время. Друзья, привет всем еще раз. Я напоминаю, что сегодня у нас в студии победительницы премии Амбассадор 2021 Школы китайского языка и культуры China Class. Сегодня у нас в гостях Арина Лукьяненко. Ой, она была у нас чуть раньше. Сейчас у нас Яна Погорелова и Дарья Вайродян. И девчонки нам показывают, как приготовить фруктовый салат. В первую очередь мы уже успели нарезать банан. Да. Какие-то, может быть, интересные факты о банане? Я хочу рассказать вам про пользу бананов. Многие не знают, но в банане содержится много калий и магния, также витамины С, Е и В6. А также серотонин и мелатонин, которые способствуют хорошему сну, а также выработке большого количества гормона счастья. Вы посмотрите, какие подготовленные к нам пришли гости. Они не только знатоки китайского языка и культуры, они еще знают все про фрукты. Вы, может быть, и про киви знаете что-нибудь, а, девочки? Да, следующий слой. А, да? Молодцы. Следующий слой после банана идет к киви. Я бы хотела рассказать немного про киви. Сам киви родом из Китая. Но когда китайцы вывели этот фрукт, они назвали его китайским крыжовником из-за того, что само растение похоже на древовидный лиан, родом из Китая. Но после китайцы поняли, что китайский крыжовник покупать никто не будет и дали ему название в честь птички киви, которая очень похожа на сам фрукт. После китайцы культивировали этот фрукт в Новозеландию. А с Новозеландии этот фрукт стал распространяться по всему миру. Опять у нас получается, что все берет начало в Китае. Это не только лапша-рамен, которая у нас здесь сегодня, не только любые азиатские блюда, но и даже, знаете, фрукт киви, оказывается, берет свое начало, свою историю в Китае. Наверное, еще много-много что, потому что китайская культура одна из самых древних на нашей планете. Мы же с вами нарезаем фрукты. У нас уже есть бананы, киви. Еще у нас, получается, уже апельсинчик-мандаринчик. Девчонки попросили меня им помочь. Вот я справилась с яблочком. Все нарезаем примерно одного размера, верно? Да. Это кубички ориентировочно, сантиметр на сантиметр. Ну, в общем-то, как получится. Девчонки, а чем мы заправлять будем в итоге? Заправлять мы будем сметаной. Сметаной. А желешечка, она у нас пойдет как украшение? Да. Желешечка у нас как изумруд. В салате. Так, едем, едем, едем. Сюда еще наши яблочки. И еще у нас пойдет клубничка же, да, виноградик. Все это так будет красиво. Друзья, мне кажется, что это не только красиво, но и очень-очень вкусно такой летний салат у нас получается. Мы обязательно с вами увидим, как это блюдо выглядит в финале. Ну, а вы пока посмотрите нашу рубрику «Выход в люди». Всех приветствуем! Его зовут Коля. Его зовут Андрей. Смотри, сейчас на улице май. А как говорили в старину, май труд переморит. Ничего не понял. Как говорится, в мае люди привыкли трудиться. И у нас есть досочки, из которых мы будем отпиливать по кусочку материала. Мы построим себе бань. Слушай, как хорошо, что я взял с собой маленькую пилочку. Я уже придумал название акции. Акция называется «Пили до седьмого пота». Вау! Поехали! Прошу наших добровольцев. Суть нашей акции такова. Мы засекаем время на секундомере, пока наши участники отпиливают части из досточек. Кто быстрее отпилит, у кого будет короче время, тот и побеждает. Итак, я прошу, пожалуйста, Константина и второго Константина. Вот два Константина, они сделают нам как раз таки бань. Что ж, Константины, я даю вам инструмент, только аккуратно. И отпиливайте вот буквально, ну сколько здесь, 10 сантиметров. На счет три. Раз, два, три. Давай, давай, давай. Давай, самое главное, я думаю, не отстричь себе руки. Как говорится, безопасность превратит всего. Стоп! Константин и Константин, 20 секунд. Но у нас вышла маленькая проблемка, нам не хватает пары для нашего... Для нашего... Василия. Почему мы выставляем его в таком свете? Я ему помогу. Поможешь? Шикарно, это шикарно. Итак, раз, два, три. Что ж, вы не управились за 15 секунд, вы управились за 11 секунд. Это намного лучше. Что ж, мы сразу победителями стали. Ну, получается так, что да, но я бы хотел с тобой поспорить. Я бы хотел выбрать Константина и пилить с ним на пару. Теперь ты хочешь попилить, теперь я хочу попилить. Ну, я не против, конечно, я не против. Пожалуй, возьму вот эту вот новую досточку. Новенькую захотел. Ну, конечно, новенькую. Ну, так, ну, давай, давай. Я не хочу за тобой подбирать. Ну, ладно, ладно. Один, два, три. Я готов сказать. Говори. Я готов сказать. Вы побили рекорд по самому долгому пилению досточек. Минута 23 секунды. Все-таки правила игры были кто быстрее. Я думаю, мы с Василием победили. Ну, как вы думаете? Ну, мы тоже победили. Мы тоже победили. Ну, ладно, победила дружба. На этой прекрасной ноте мы прощаемся. Всем удачи и пока! Пока! Друзья, всем привет еще раз. Ирина Мигунова и наши очаровательные гости. Победители премии Амбассадор 2001, Школа китайского языка и культуры China Class. Это у нас Яна Погорелова и Дарья Вайродян. Девчонки для нас сегодня готовят фруктовый салат. Восхитительное, летнее, ароматное, красочное блюдо. И сейчас мы уже подходим к финальной стадии. Расскажите, пожалуйста, что же вы делаете? Я продолжу резать клубничку, ну, для себя. Сейчас мы будем нарезать желе на кубики, а дальше заправлять сметаной. Давайте мы покажем, как же можно справиться с желе. Так. Мы берем мисочку и переворачиваем. Делаем желе. Так. После режем напополам. Так. И половину отдаем Яне. Держим крупно, крепко. И мельчим, нет? А, вот точно такие же. Да, разрезаем на кубики. Точно такие же кубики. Девочки, хочу еще порасспрашивать вас. В первую очередь. И вот, Яна, получается, что ты, кроме занятий китайским языком, еще и плетешь бисером. Расскажи про свое увлечение. Да, чтобы справляться со стрессом, я решила попробовать себя в бисероплетении. Так как раньше я занималась многими творческими, творческой деятельностью, поэтому подумала, что бисероплетение мне тоже подойдет. Получается? Да. Мне очень хорошо получается, поэтому я решила открыть свой магазин в Инстаграме. Вау! И что? Расскажи, пожалуйста, уже он набирает обороты, успешно? Иду заказы, да, выполняю, продаю. Супер, друзья! Вот вам, пожалуйста, канал продаж через Инстаграм с помощью собственного таланта. Ну, а вторая наша гостья, Анна, спортсменка, насколько известно нам, да? Занимаешься самбо. Расскажи, пожалуйста, о своих успехах. Занимаюсь самбо уже не первый год. Есть такие достижения, как стать серебряной призеркой Приморского края своей весовой категории. Также в краевом турнире Приморского края по самбо попасть в тройку лучших своей весовой категории. И в краевом турнире Уссурийского городского округа занять второе место. Также у меня серебряный значок ГТО и на данный момент второй юношеский разряд. Даша, а какие планы относительно самбо? У тебя тренер кто? Елена Григорьевна. Елена Григорьевна, да, знаем, конечно, тренера. Задача максимум – выполнить мастера, стать чемпионкой России, может быть, мира. Ведь в Уссуриске есть у нас даже чемпионы мира по самбо. Ну, вообще, самбо я просто решила попробовать, а так, чтобы развить силу духа для самообороны и для поддержания спортивной формы. Нравится тебе бороться? Очень нравится. И черты характера же явно тоже формируются. Да, конечно. Целеустремленность. Потому что все борцы, друзья, которых я знаю в этом городе, это очень сильные, целеустремленные, волевые люди, как и наши сегодняшние гости. Друзья, короткая реклама, очень скоро вернемся, а у нас почти готов салат. Друзья, ну привет еще раз всем. Эфир программы «Есть туда» и продолжается, и сейчас у нас в студии все наши гости. Я напоминаю, что повод сегодня особенный. Сегодня мы обсуждаем результаты премии «Амбассадор-2021» школы китайского языка и культуры «Чай на класс». Сегодня у нас в гостях Иван Лаоши, преподаватель, руководитель этой школы, народный учитель уссурийской, его воспитанницы. Это Арина Лукьяненко, Яна Погорелова и Дарья Вайродян. Сегодня мы приготовили сразу несколько блюд. Давайте мы еще раз напомним нашим телезрителям, что же сегодня было, Ваня, расскажите за нам. Итак, мы сегодня готовили японскую лапшу-рамен, мы готовили пикантный японский огуречный салат с кунжутом и жареным горохом, и девочки готовили потрясающий фруктовый салат с изумрудным желе. Вот такая красота у нас сегодня получилась. Вариантов подачи может быть две вот здесь вот у нас, получается прям малахит как будто бы. Здесь можно со сметанкой сверху украсить, любые абсолютно варианты фруктов могут быть. Для азиатских блюд тоже, получается, можно использовать те продукты, которые у нас есть. И каждый из них Иван сделал буквально за три минуты, за одну нашу подводку. Ваня, есть у нас еще возможность поговорить, что за премия «Амбассадор». Не каждый наш телезритель понимает, о чем идет речь, почему это настолько почетно. Расскажите. Премия «Амбассадор» была основана в прошлом году для учеников нашей школы, которые изучают китайский язык. Эта премия создана специально для того, чтобы мотивировать ребят. И вы знаете, для меня, как для учителя, это большой подарок видеть сегодня перед собой потрясающую талантливую молодежь нашего города. Дети ставят цели. И сегодня мы, наверное, увидели, как они говорят, насколько они уверены в себе. У каждого из них ждет потрясающее будущее, я в этом полностью уверен. И моя задача, как учителя, сделать, чтобы каждый ученик был всегда успешен, был самым лучшим. Друзья, это правда, потому что я присутствовала на премии, и ощущение, как будто бы ты находишься в сколково, что ли. Огромное количество талантливейших детей, умные, светлые лица с умными, прекрасными глазами. И сегодня наши гости тому доказательства. Премия была шикарная. Это действительно для каждого из номинантов и для каждого из победителей престижно и здорово. И каждый радовался, не знаю, как будто бы Оскар взял, выходя для того, чтобы получить. Плюс родители. Конечно, родительское и влияние, и участие в этом очень даже много значения имеет. Но и все вместе это, конечно, было большим праздником. А я предлагаю вам посмотреть сюжет нашей редакции новостей о том, как же все на самом деле происходило. Эти слова понятны всем детям, которые собрались в Чихане-Харибу. Ведь они представители ультрасовременной школы китайского языка «Чайна-класс». В течение года шел конкурс на лучших учеников в разных возрастных группах. Премия «Амбассадор-2021» признана выявить самых сильных представителей. Наша премия создана специально для того, чтобы мотивировать детей. Это удивительный подарок для меня, как для учителя, видеть сегодня перед собой. И я с полной ответственностью могу об этом говорить. Сотню самых ярких и самых талантливых детей нашего города. Гостями премии «Амбассадор-2021» стали и выпускники. Благодаря знаниям, полученным у Ивана Лао Ши, Римма Глушак поступила в институт в Китае. Успешно сдала четвертый уровень международного экзамена «Эйч-Скей». Каждый урок мы изучаем что-то новое, никогда не стоим на месте. Иван Федорович дал мне огромную возможность развиваться. И я продолжаю изучать китайский язык в университете в Цундао. Школа «Чайна-класс» была основана в 2010 году. Здесь преподают не только китайский язык, но и познают культуру Поднебесной. Все уроки построены нестандартно. Мне нравится эта школа, потому что она очень классная. В ней очень хорошо учиться. Первый урок, когда я пришел, ничего не знала. И потом Иван Федорович меня хорошо научил. Победителями премии «Амбассадор-2021» стали Илья Денищенко, Игнат Григорян и Иван Кузьмин. Лучшей группой признаны Арина Лукьяненко, Дарья Вайродян и Яна Погорелова. Детям вручили денежные сертификаты за успешное освоение языкового курса. Привет всем еще раз. Программа «Есть Тудэй». Я напоминаю, что у нас в гостях замечательные гости-воспитанницы Школы китайского языка и культуры «Чайна-класс» и их преподаватель, народный учитель «Увсурийска», руководитель этой самой школы. Сегодня пришел со своими ученицами хвастаться правильно, Ваня, потому что это гордость, это победительница, премия «Амбассадор-2021». Хочется узнать, друзья, какие все-таки планы на лето, сейчас каникулы. Иван, что будете делать вы? Как остаться без дела? Чем будут заняты ваши уроки? Ну, планов моих, конечно, громадье, как говорится. Я этим летом дописываю книгу, которая называется «Классный час для души». Это топ удивительных историй моей педагогической жизни, которые вдохновляют. Удивительные истории про моих учеников. И я надеюсь, что когда книга выйдет, она вдохновит многих людей, которые также будут ставить новые цели и будут стремиться быть всегда лучшими. Супер. Очень хочется скорее ее подержать в руках, посмотреть, когда планируется это. Уже по осени, я думаю, ко дню учителя. О, ко дню учителя? Да. Интересная история от Ивана Лауши очень скоро в этом году. Надеюсь, мы увидим. Девчата, а вы чем будете заниматься этим летом? Ну, может быть, есть планы и наперед побольше? Я, получается, только недавно приехала с лагеря, и мои планы на лето – завести новые дружеские знакомства, а также саморазвиться. Саморазвиться, друзья. Эффективно и ресурсное состояние достичь. Так, Ариша, у тебя? Я буквально два дня назад прилетела с Москвы, путешествовала в Москву, в Сочи. Планы на лето – подтягивать китайский, заниматься. Мало было. Смотрите, какие замечательные. Или это потому, что учитель рядом? Заниматься, гулять, отдыхать. Так. У меня также обязательно пополнять словарный запас. И потом отдыхать, путешествовать, знакомиться с разными людьми. И все такое. В общем, все будут повторять иероглифы всего, и очень слова. Дополнять в копилочку. Ну, а когда учителя не будет рядом, вы можете уже, конечно, чем-то еще иным заниматься. Кроме книги, Ванечка, ну, хотя бы на море съездить, я не знаю, проветрить голову. Конечно, обязательно на море, на природу. Я очень люблю именно такой активный отдых. Я был на многих горах нашего Приморского края, поэтому путешествую. Барсы сделаете скоро, да? Да, да. Вау. Все впереди. Ох, не найду в себе силы, кроме Педана, ни на что, наверное. В общем, все это в планах на это лето. Друзья, посмотрите, пожалуйста, рубрику «Сейчас объясню». Наш художник, корреспондент Наталья Кулькова в анимационной форме рассказывает вам об интереснейших фактах. Поэтому внимание на экран. В нашем мире многие вещи устроены симметрично. Расходящиеся лучи солнца, щупальца осьминога, крылья бабочки. Однозначно, такая организация не случайна. А что насчет человека? Почему у нас некоторые органы имеют пару, а некоторые нет? Начнем с того, что даже для самых простых существ осью симметрии служит пищеварительная система. Вокруг нее выстраивается весь организм. Каждая клеточка тела должна получать достаточное количество питательных веществ и не должна находиться слишком далеко от источника питания. Эволюционная пищеварительная система значительно усложнилась, но все ее органы так и остались в единственном экземпляре. Все потому, что организму затратно содержать несколько одинаковых органов, а выгоднее один большой. Что касается парных органов, они не дублируют друг друга, а работают сообща. Два глаза необходимы для объемного зрения. Два уха нужны для определения направления звука и расстояния до его источника. Две ноздри определяют направление запаха и увеличивают скорость нагревания воздуха. Два легких нам нужны для максимального увеличения площади их поверхности и так далее. Таким образом, становится понятно, что парные органы формируются в силу симметричного строения зародыша, а не парные обычно связаны с пищеварением для оптимизации затрат. Такой порядок складывался не один миллион лет, и можно лишь восхититься тем, насколько все продумано. Друзья, ну что ж, наша программа есть, да и подходит к концу. Я напомню, что сегодня у нас в гостях были замечательные гости. Это представители школы китайского языка и культуры China Class, преподаватель и руководитель Иван Лоу Ши, воспитанницы, ученицы, замечательные девчонки Арина Лукьяненко, Дарья Вайрадян и Яна Погорелова. Они у нас победительницы премии «Амбассадор». Напоминаю, что это не просто номинантки или участницы, да, вот на всех на них почетные ленты. Премия, насколько она важна, что она дает, кроме красивой картинки, да, Вань, и кроме ощущения, что ты лучше. Есть же еще, наверное, что-то? Да, у нас было несколько номинаций. Была номинация «Лучшая учебная группа», вот девочки стали победителями в этой номинации. Кроме этого, их родители стали лучшими родителями в городе Уссурийске 2021 года. Осенью этого года девочек ждет незабываемое путешествие в город Владивосток с оригинальной экскурсионной программой. Специальной, да? А те ребята, которые стали номинантами именно личные, в личном зачете, это лучшие ученики, они получили сертификаты на компенсацию расходов при обучении в Китае по гранту. Вот такой стимул. Ребята будут учиться. Все успешные ученики вашей школы, они имеют возможность потом бесплатно даже продолжать свое образование. Ну, слушайте, ну это здорово. У нас впереди День молодежи. Девочки, я хочу вас поздравить. Нас с вами тоже. Потому что по классификации возрастной в России все мы еще молодежь. Вань, может быть, у вас есть что сказать, поздравить, обратиться к нашей уссурийской аудитории Телемикс. С большим удовольствием. Я хочу поздравить молодежь нашего города и хочу сказать, у нас самая лучшая и самая потрясающая молодежь. У нас прекрасный город, и все, что происходит в нашем городе, создают вот эти замечательные, талантливые ребята. Руками таких талантливых учителей. Ну, а мы, друзья, с вами еще обязательно увидимся. Всем счастливо, всем пока. До свидания. Еще увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok